Верни консоль! Аковы того, кто ждет Нужно убить четырех епископов Которые и сами своего рода боги Они-то, кстати, и заклали нашего ягненка Это затравка игры Call of the Lamb И скажу прямо Это игра, в которой почти все сделано Просто норм Но сеттинг и арт-дизайн Вытягивают ее на себе И делают уникальной Call of the Lamb выглядит как Детская трехмерная книга с картонными диорамами Очень залипательная и приятная При этом она одновременно И умилительная И жутковатая Ну и по-сатанински кровожадная, конечно Но даже эта часть игры вышла По-своему милой Никакой чернухи Чувства меры и вкуса Разработчиков нигде не подводят Разумеется, Call of the Lamb Не про настоящий сатанизм А про что-то им вдохновленное Но в выдуманной религии Вокруг которой мы будем строить культ Немало и чисто языческой Их тони Поэтому Call of the Lamb на протяжении всей игры И отдает ведьмой Эггерса Она такая же непримиримая И безнадежная Ее даже с антихристом триера сравнить можно Где природа, водчина дьявола И вообще место бесконечно темное Но несмотря на такие ассоциации И периодически пробивающуюся мрачность Call of the Lamb не депрессивная игра В большей степени это все-таки комедия Со здоровой долей сатиры И даже абсурда Но иногда случается хтонь А потом опять смешно В общем, многогранная И по-хорошему неоднозначная В эмоциональном плане игра Прямо как какие-нибудь сказки Андерсона или братьев Гримм И на этом моменте я делаю небольшую паузу Чтобы напомнить вам Что вы можете не только поставить лайк Под этим видосом и подписаться на канал Если вам нравится мой контент Ну и поддержать меня рублем на бусте Ссылка будет в описании В остальном же Call of the Lamb держится достойно Но до лучших все-таки не дотягивается Геймплей игры делится на две части Рогаликовые забеги И менеджмент поселения в духе Animal Crossing У обоих режимов есть серьезные проблемы Как рогалик, Call of the Lamb страдает От недостатка контента И общего однообразия Ягненок таскает с собой одно оружие Одно проклятие Это аналог магии И неограниченное количество карт с бафами Которые можно случайно найти во время забега Это база игры Есть еще дополнительные механики Но это уже совсем мелочи Однако Что оружие, что проклятие, что бафов Банально мало И суть игры они не меняют В той же Hades прохождение с каждым оружием Фактически новая игра А дары богов могут перевернуть геймплей Прямо в середине забега Насколько разными бывают забеги В The Binding of Isaac Вы тоже наверняка знаете А в Call of the Lamb Что мечи, что кинжалы, что молоты Что топоры Все одно Меняется только скорость и урон Да и бафы простенькие И всего лишь немного усиливают героя А проклятия нужны только чтобы рашить боссов Обычных врагов и так разобрать не сложно Тактильно играть в Call of the Lamb приятно Приятно нажимать кнопочки Приятно кувыркаться Приятно бить врагов Но однообразие со временем Все-таки делает геймплей безвкусным Благо игра больше 10 часов на прохождение не требует Гриндить не заставляет И потому не успевает совсем уже задолбать Что же до менеджмента поселения С ним в целом все в порядке Цель понятна сразу Привезти побольше последователей Они находятся во время забегов И покупаются у паука И автоматизировать максимум процессов в поселении Ну знаете, чтобы ресурсы капали Новые постройки строились Говно по кустам не валялось Все были сыты, счастливы И никто не болел А мы для этого прикладывали минимум усилий И этого можно добиться Но сначала придется приложить усилий максимум И прилагать их увлекательно Решать накапливающиеся во время нашего отсутствия проблемы приятно Особенно учитывая самих последователей С которыми нужно немного общаться и взаимодействовать И среди них находятся уникальные кадры С интересными особенностями вроде ко профилии Ну и просьбы у культистов бывают любопытные В духе Пожалуйста, посадите Толяна в тюрьму Накормите Вована фекальным пирогом А меня возьмите замуж А потом прирежьте Очень надо Первое время это здорово развлекает Но, увы, довольно быстро возня в лагере Становится рутинным чек-листом Да и развиваются события в поселении Слишком быстро Приходишь с забега Идешь собирать какую-нибудь тыкву с огорода Тратишь на это буквально минуту Но за это время кто-то успевает помереть от старости Туалеты переполнились Один из последователей стал предателем Шахта обвалилась Решаешь эти проблемы В процессе капают новые Чем больше поселения Тем сильнее ты тонешь в его бедах Что оттягивает очередной забег И со временем начинает немножко подбешивать Впрочем, никто не мешает быть Хаотичным культистым тираном Позволять тонуть всем в говне И умирать от голода Недовольных можно приносить в жертву Или вообще пускать на мясо Каннибализм, кстати, может сделать Одной из заповедей своей религии Культ в Каут оф де Лэнд Может быть как счастливым хиппи-поселением С небольшими перегибами Так и натурально сатанинской дырой Во втором случае, правда, играть станет Чуть сложнее, потому что прокачка ягненка Во многом завязана на счастье Обитателей поселения Но минусы Каут оф де Лэнд Честно говоря, не так уж критичны Благодаря продолжительности игры И ее легким вайбам Она быстро подхватывает в поток Нигде не заставляет напрягаться Слишком сильно даже на высокой сложности Веселит, развлекает И проходится за 2-3 вечера Только-только в голову приходят мысли О недостатках Каут оф де Лэнд Как она уже заканчивается Хитро А играть однозначно надо Не забывайте ставить лайк Подписываться на канал Жать на колокольчик И увидимся скоро Субтитры сделал DimaTorzok